Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава книги «Левит», читаю перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Мы добрались уже ближе к концу этой книги до правил, которые относятся к священникам. Все предыдущее относится ко всем, ну или к священникам как представителям своего народа, когда они исполняют определенные обряды, ритуалы, совершают жертвоприношения для себя и для своего народа целиком. А что же вот, собственно говоря, священник, он человек, стоящий перед Богом в особом смысле, весь народ израильский принадлежит Богу, но священник вот просто в особой степени. У него, наверное, есть свои какие-то особые правила чистоты, совершенно верно, так и есть. Господь сказал Моисею, ну как обычно у нас в книге «Левит» это открывает некий новый раздел. Возвести священникам сыновьям Аарон, а священство передавалось по наследству, да, то есть Аарон первый священник, первосвященник, и его потомки. Священник не должен оскоренять себя приближением к умершему родственнику, кроме самых ближайших, матерью, отца, сына, дочери, брата или сестры незамужной девушки, живущей при нем. Имеется в виду сестра незамужняя девушка, потому что если она замужем, то она уже в другом доме. Он не должен оскоренять себя и становиться нечистым из-за другой родни. Что ж такого плохого, пойти похоронить, ну, дядю, например, или племянницу. Это же запрещено. Но дело в том, что само прикосновение к мертвому телу, оно оскверняет в ветхозаветной системе ценностей. Вот прикосновение к чему-то нечистому оскверняет. Это не значит, что плохо ты поступил, если ты прикоснулся. Ну, мертвых надо хоронить, да. Конечно, к ним прикасаются те, кто их хоронит. Но это делает тебя нечистым. Священник должен минимизировать любое прикосновение к нечистоте. Кстати, вот здесь очень важный момент. Помните в Евангелии притчу о Самаренине Милосердном? Ну, Самаренина сейчас оставим в стороне, а там были священники Левит, которые прошли мимо избитого человека, лежит на земле человек. К крови ему явно плохо, они проходят мимо. Можно сказать, они такие жесткие и жестокие, это будет правдой. Но одновременно они исполняют эту заповедь. Вдруг они к нему прикоснутся, а он умрет у них на руках. А может, он уже мертвый, может, он там без сознания лежит, его не отличишь от мертвого. И они нарушают это правило. То есть, священник Левит из той притчи, они люди особо благочестивые. Они просто это благочестие ставят выше милосердие. А Самаренин, который и так нечист для них, для всех, ему же все равно, да. Он и так осквернен уже, потому что он Самаренин, с точки зрения правоверных иудеев. То есть, правила ветхозаветные, они, конечно, очень легко становятся формой, ради которой приносятся в жертву содержание, чего быть не должно. Но прочитаем еще про формы. Пусть священники не выстригают голову, очевидно, какой-то обряд с языческими коннотациями или корнями, не отрезают край бороды. Это, кстати, всем израильтянам запрещено, поэтому современные иудеи носят пейс, они не стригут вот то, что растет здесь. Не наносят себе порезов. Порезы, очевидно, какие-то тоже ритуальные в античности, в древности, простите, действия. Но у многих народов есть такие ритуальные шрамы, которыми себя украшают мужчины, чтобы показать, что они там воины, чтобы мальчикам пройти через инициацию, вот они не боятся боли, у них это остается на всю жизнь. Они должны быть святыми людьми Бога своего, пусть не оскверняют имя Бога своего, то есть не нарушают ничего из этих требований, приносят на жертву них дару Господу, пищу Богу своему, они должны быть святы. То есть они в большей степени близки к Богу, чем все израильтяне, поэтому к ним более суровые требования. Еще раз то же самое. Они святые люди Бога своего, в это все упираются. Поэтому они не должны брать в жены женщину продажную или оскверненную, не должны брать в жены разведенную. Опять-таки, что плохого в том, что женщина развелась? Может, это не по ее вине и инициативе, ветхозаветные правила развода довольно просты. Но все равно как бы второй сорт. Это не значит, что женщина плохая или что-то плохое сделала, но вот священник – это человек, у которого как бы нету, вот нет никакого изъяна очевидного всем. Понятно, что у всех есть недостатки, но вот чтобы не говорили, вот Богу служит такой, знаете, ну, убогенький, да? Как нельзя приносить ему хромого, увечного, слепого барана в жертву, так нельзя человека приносить. Даже дело не в вине или, наоборот, в каком-то его особо внутреннем таком вот благом устроении. Дело просто во внешних признаках всем очевидно. Итак, чти святость священника, который приносит на жертвование к пищу для Бога твоего. Да будет он для тебя свят, ибо свят я, Господь, источник вашей святости. Принцип тот же самый, он вполне понятен, да? Если дочь священника оскверняет тебя распустым, она оскверняет отца, ее следует сжечь. Вообще-то мы читали в прошлой главе, что прелюбодеяние, в принципе, карается смертной казнью, да? Но там не было сказано про незамужних девушек. Кстати, во многих кодексах, основанных на библейском праве, эти вещи различались, да? То есть из-за отношения с незамужними, или там как сами незамужние себя ведут, кара не такая суровая, потому что здесь не нарушаются права мужа, да? Здесь нарушаются требования закона, но иначе, и в меньшей степени. А тут вот не просто казнить, но сжечь сожжение – это особо мучительная, особо демонстративная казнь. То есть получается, что если дочь священника, то к тебе требования особого рода. Священник, старший из братьев своих, тот, на чью голову было возлито масло помазанное, имеется в виду первый священник, да? Помазанный особым образом, кто посвящен священнический сан и может носить священные одежды, он не должен ходить с растрепанными волосами и рвать на себя одежду. Не в том смысле, что он не должен распустекать ходить, знаете, там не причесался с утра, там порвалось, не заметил. Вот имеется в виду вот траурный какой-то жест, когда люди, ну, как бы снимали с себя обычную одежду, разрывали ее, там сбривали волосы или распускали их, но как бы переставали за собой следить в знак траура по близкому человеку, какой-то скорби. Вот он не должен, он всегда должен выглядеть как тот, кто предстоит перед Богом, а не как последний нищий. Он не должен входить туда, где лежит умерщий, даже ради отца и матери он не может осквернить себя, не должен он выходить из святилища. То есть вот пространство четко делится, святилище, там он живет, этот первый священник, он оттуда вообще не выходит, и даже хоронить мать и отца не должен пойти. Остальные священники это могут, дядю или племянницу не могут, а мать и отца могут. Мы только что это читали. Он не должен осквернять святилище Бога своего, ибо на нем посвящение, масло помазание от Бога его, я Господь. Вот его поведение, оно особое. Он может брать в жены лишь девушку, он не должен жениться на вдове, разведенной, оскверненной или продажной женщине, только девственницу из своего рода он может взять в жены. Он не должен осквернять свое потомство, свой род, ибо я Господь, источник его святости. Ну и, соответственно, его брачная жизнь, она у всех на виду. Да, здесь не сказано, он должен быть там человеком глубоко духовной жизни, должен там истово молиться, строго поститься, там как-то, не знаю, избегать дурных помыслов, потому что это невозможно проверить. А есть вещи, которые всем очевидны, это вот его внешний образ, он должен быть безупречен. Господь сказал Моисею, возвести Арону, никто из его потомков, ни в каком поколении, если у него есть телесный изъян, не может приносить на жертву ни к пищу для Бога своего. Приношение не может совершать никто, у кого есть телесный изъян, ни слепой, ни хромой, ни криволицы, ни колченоги, ни колчеруки, ни тот, у кого сломана нога или рука, ни горбун, ни карлик, ни человек с бельмом на глазу, ни человек со струбьями или язвами, ни человек с поврежденными яичками. Ни один потомок Ароны священника, имеющий телесный изъян, не должен приносить дары Господу. Имеющий изъян не может приносить на жертву ни к пищу для Бога своего. Много раз повторено, да, принцип тот же самый, нельзя приносить хромого барана, и священник хромой не может его приносить, не потому что он плохой человек, а потому что это вот внешняя картина, да, как в почетный караул берут парней особо высоких, статных, и они представляют свою страну, вот он представляет свой народ перед Богом. Вместе с тем он может есть пищу Бога своего и святыни, 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 но не должен подходить к завесии и приближаться к священнику. У него изъян, пусть не оскверняет мое святилище, ибо я Господь источник их святости. То есть он не лишается прав на ту часть жертвенного мяса и прочих жертвенных продуктов, которые полагаются священникам, он вполне может их принимать, но, соответственно, не участвовать в этом сам. В частной жизни, пожалуйста, что он там может ужинать вместе со своими собратьями-священниками, никакого запрета нет. Моисей возвестил это Арону, его сыновьям и всем сынам Израилева. Ну вот, надо еще только уточнить, как быть в случае, если разные потомки Арона оказались осквернены тем или иным образом, могут ли они есть, не могут ли они есть, и что вообще делать, вот где четко должна быть приведена граница того, что допускается к жертвеннику и того, что не допускается. Об этом 22 глава. Продолжение следует...